кукареку специально стал для вас первыми петухами для того чтобы сказать что мы начинаем новое видео оно будет очень долгое но безумно интересное так что завариваете чефир пересаживайтесь поудобнее и смотрите его до конца а если чувствуете что не в моготу тогда оставляйте пускай сам доиграет а те кто все таки досмотреть до конца с меня конкурс и условия вы узнаете в конце погнали ребят у меня есть мечта сделайте своего дырявого мерса а мг c36 подшаманив и подкрасив кузов и установив крутые а мгшные обвесы и выхлоп и вот как только я решил покупать эти обвесы как обычно это бывает с такими старыми мерседесами все пошло не по плану и в этом видео вы узнаете почему мы меняем катушки свечи провода газовые форсунки ломаем свечи устраняем сущие течи ломаем болты подшипники коробку перешиваем руль варим выхлоп варим диск пельмени ремонтируем генератор и в конце у гандош его им взорвавшийся двигатель и это еще не все в общем ребят хотел построить а мг а получилось г а ведь все так хорошо начиналось в общем желание построить мг мои мечты я сейчас пришел к тому что машина абсолютно нет а проблема в том что машина полностью перестала ехать на газу 55 тысяч пробега от этого газового оборудования целый год я ездил радовался мне ничего не беспокоило и сейчас машины абсолютно не едет на газу это говорит о том что я не могу работать и это очень дорого знаете сами цены на бензин да конечно я понимаю ребята хотела бы заниматься кузовом этого прекрасного автомобиля на какой с него будет смысл если он будет красивым и не будет никуда ехать у меня были в загажнике последние 100 долларов которые я хотел потратить на подарки своим близким и любимым но мне кажется что в это рождество мне придется их потратить на вот этот конченый корч вы спросите кого я больше люблю конченый дырявый корч или любимых на этот вопрос вы получите ответ в этом видео так он текума флащи поле он были ума сей пейсу на спектр манасе пейсу на спектр манасе пейсу эти контакты не кисли на такие стопы с так у нас и я хочу а вы знали меня папе а и были у меня не работает вы можете посмотреть что на бензине машина где держат отлично холостые даже не плавают практически я включаю газ чаем обратите внимание что происходит все машина заглохла смотрите очень много ошибок дроссель поврежден лям да и так далее и тому подобное это все на фоне газа на фоне детонации посмотреть сколько ошибок ног драйвер ног сенсор детонации происходят эти ошибки многие не стираются лямда корректирование не то ну ладно это не суть я вам сейчас покажу как машина едет на бензине и на газу посмотрите мы сейчас на 92 бензине всех сделаем всех вот пожалуйста машина едет идеал идеал просто просто а на газу она вообще не едет но такого же не может быть просто я ж не первый день живу ребята не первый день если платно там один посмотрите все остались вдалеке если там один какой-то цилиндр или там одна какая-то свеча или там троил бы так газ бы хотя бы как-то ехал так он вообще не едет я просто все по красоте то есть без проблем как только переключаюсь на газ смотрите маленькая кнопочка загорелась вторая передача все машина тухнет я замедляюсь как будто знаете вот как будто у вас заканчивается бензин все и если я сейчас отпущу дроссель газ машина просто заглохнет на бензине пробой проводов или дефект свечей или дефект катушек он никаким образом не будет себя выдавать вы даже возможно это не увидите по диагностике но газ он настолько критичен к состоянию зажигания что просто если пробивает какой-то на провод вы вообще газ не будет работать понимаете в этом суть и поэтому я сейчас принял решение заказать полностью все зажигание как бы она дорого не стоило провода катушки свечи поставить и для себя точно решить эта проблема в газовом оборудовании либо эта проблема зажигания потому что каждый газовщик с которыми я общался я ездил на отстройку газового оборудования он говорит о том что братан у тебя проблема с проводами но сейчас посмотрим поставим все новое что момент истины новые провода и катушки новые свечи новые подсвечники все других нюансов тут не может быть на бензине завелась на газ пришла заглохла все проблема в газовом оборудовании или проблема в редукторе или проблема в map датчики или проблема форсунках которые как раз таки пробег 60000 именно на этих геркулесах у них обычно запас хода 60000 где-то примерно так так и что как видите ребята проблема оказалось газовых форсунках не выдержали к они короче напора моего мерседеса конечно мы понимаем что газовое оборудование это вмешательство в двигатель если вы не таксист и ваша работа не связана с частыми поездками примеру как у меня а я успел за двадцатый год накатать 60 тысяч километров то смысла ставить газ я не вижу даже если взять это 60 тысяч что за год на топливе экономия составила 1176 долларов а если вычесть установку газового оборудования то 826 то есть по сути вот эти гроши я сэкономила как вы понимаете сэкономленные деньги это заработанные деньги просто так на дороге не валяется если вы боитесь то что с мотором что-то случится то посмотрите на убира яндекс такси где газ устанавливается их владеть им сразу после того как машина выезжает из магазина и ездят по 35 лет проблем не знаю а если вы боитесь за мотор то сэкономленных денег хватит на 35 капитала притом газ ставится на любую тачку любого класса помните тут шикарные в 220 mercedes класс он уже 10 лет на газе и его мотор в 6 только шепчет притом газ это экологично и как-никак отдельные полностью независимая топливная система если дороге случится что-то с газом на бензи доехать домой сможем всегда и наоборот сколько у меня таких моментов было поэтому я ярые сторонние газы и на все следующие проекты буду ставить именно его потому что цены на бензин меня последнее время что-то радовать перестали потому что не смотря на то что в принципе не может быть даже своим так сказать время своей жизни обычно отмечено ими они все поменяли сделали свою работу на ура поэтому николай это директор этого 100 большое тебе спасибо у тебя очень хорошие сотрудники мне очень нравится с тобой сотрудничать я всем рекомендую устанавливать газ именно на этом из того потому что они хотя бы решают те косяки которые могут возникнуть они по любому возникнут абсолютно с любой машины потому что все машины разные поэтому ссылочки оставлю в описании обращайтесь я за них и вручаюсь это действительно классный сервис то есть они просто так вашу машину на произвол судьбы не кинут и без хорошего сервиса вас точно не оставит дают гарантию спасибо да злые какие-то форсунки поставили мне смотрю далеки увесистые блять ребята вот если мы начнем с вами мы получаем второй шанс когда мои дети читают Вольтер и в текущем защищение выгодите меня любить И так же, ребята, мне придется отказаться, к сожалению, от этого дешевого масла Lookoil. Хотя я знаю, что многие писали хорошие отзывы о них. И я тоже хотел бы в это верить, потому что сейчас цены в наше сложное время, они достаточно большие. Я хотел заменить это масло в свое оригинальное кома английское. Но я вам объясню, почему я откажусь от этого масла. Во-первых, обратите внимание, вы видите, что происходит с этим маслом. Оно превращается в солидол, то есть оно превращается в эмульсию. Это при том не смесь антифриза с маслом, как многие могли подумать. То есть тут прокладка вроде, надеюсь, не пробита. А это именно такое масло, потому что это именно качество масла. Именно так себя ведет масло, которое не подходит к этому автомобилю. Обратите внимание, что в Сапуне, в Сапуне вообще какая-то вода. Это именно вот это вот масло. Вот, обратите внимание. Вот это все говно, оно получается идет именно от масла. На хорошем масле таких проблем у меня обычно не бывает. Поэтому, к сожалению, локоил, извини, у нас с тобой не получилось подружиться. Состояние зашпаклеванное, двери моей работа идет. Вот так вот я езжу по городу, ребята, чтобы шпаклевочка усаживалась. На самом деле, я был просто в шоке. Я купил свечи Бриск, новый набор. Если вы знаете, это самые дешевые свечи. Под газ они отлично бы подходили, потому что можно регулировать вот этот зазор. И делать его именно 0,8 столько, сколько надо. Но, но при попытке выкрутить свечу, она обломалась. Что значит обломалась? Это значит, что именно вот эта резьба вместе с этой частью свечи вышла. А вот эта вот резьба с этой юбкой осталась. Осталась прямо в цилиндры. Вы представляете, какая это была жесть. Ее невозможно было ничем. То есть она кипела, хотя я их не очень сильно закручила. Только гляньте, блядь. Это хуйня там осталось. Как ее выкрутить? Я позвонил на СТО и мне сказали, что мы не сможем выкрутить такие свечи. Тебе нужно звонить специальным специалистам. Есть какой-то Сергей, который едет по Минску. Он мастер на все руки. Он выкручивает вот эти все заломанные свечки. Но я ему позвонил. И он сказал, братан, мне нет желания ехать к тебе на район и выкручивать эти свечки. Давай завтра. Я говорю, слушай, а сколько это будет стоить? Ну, я думал, ладно, там может быть 10-15 долларов он возьмет. Он сказал, ну, 30 баксов, если будут какие-то проблемы, может быть даже 50. Я сказал, сколько? Сколько? 50 баксов за то, чтобы одну свечку выкрутить? Я спалю эту машину, блин, ради этих 50 долларов. И слава богу, у меня в машине оказались вот такие вот экстракторы, которые я когда-то заказал на Алиэкспрессе. Они стоят там несколько долларов, но они мне в этот момент помогли. У меня же пол и сто в багажнике, я три набора с собой вожу. Я вкрутил вот этот экстрактор и смог, обратите внимание, вот эту часть свечи наконец-то выкрутить. Потому что ничем другим ее невозможно будет выкрутить. И я сэкономил 30-40 долларов. Она настолько плохое качество свечи, что она обламывает. Видишь, только такой верткой можно, получается, экстрактором ее выкрутить. Так что не покупайте дешевые свечи российский Бриск. Это полнейшее дерьмище. Просто даже вы можете купить обычные самые дешевые Бош. Они намного лучше сделаны и стоят столько же. Итак, я буду приуплотнять свой водяной насос. Изначально нужно взять рожковый ключ на 32. И откручивать его по часовой стрелке. Потому что тут обратная резьба. Можно еще поддерживать за вот эти болты отверточкой. И тогда это будет намного лучше. Снимите перед этим этот кожух. И вот эту вот декоративную накладку. Так, снимаем шкив. Помпы. Обратите внимание. И что мы тут видим? Попробую я закрутить вот эти нижние болты. Вот, обратите внимание. Надеюсь, они ссут. Но если это не поможет, я уже не знаю, что мне делать. Потому что я не вижу, если честно, откуда может течь антифриз. А может быть, он течет с прокладки. И если он течет с прокладки, тогда это будет полный конец. Я уже в этом случае ничего не сделаю. Да, ребят, ниоткуда без добра. Сломался болт. Смотрите, в каком месте. Ну, красота. Хотел сделать как лучше, получилось как всегда. Так, небольшой лифт подшипников в переделах нормы. Мы с вами наблюдаем, да? Смотрите, ролики развалились. Смотрите. Вот они тут, блядь, за бой мы вылезли. Для левого подшипника я буду использовать самую дешевую смазку подшипнику. Литиево-комплексную, высокотемпературную, чем и про 5-долларовую. А для правого буду оригинальный кастрол, специально разработанный для Мерседеса. Апровит Мерседес. И о том, какой подшипник проходит дольше, вы узнаете на моем канале в будущем. Лично у меня эти подшипники прошли 150 тысяч километров, что я считаю для ступичных подшипников очень неплохо. И такой набор стоит всего лишь навсего 12 долларов, что я считаю вообще практически даром. Также за 15 долларов у меня приехала защита картера. И также закладные. Также приехали, их тоже нужно будет поменять. А это все вышло у меня в 15 долларов, что я считаю так же большими копейками. Короче, ребят, в моей коробке настолько плохо, что развалился подшипник. Смотрите, шарики торчат. Оп! Опа! Красота! Ну? Блядь, этого еще не хватало, аккумулятор сдох. Да, немножко тачка постояла, послушал музыку и посмотрите, во что превратился мой старый аккумулятор. Ой, сколько раз меня уже вручал вот этот бустер, это просто вам не перечесть. Я, наверное, его раз 100 уже использовал. Вот такая штука интересная. Сейчас подкуримся. Так, сейчас глянем, сколько он выдает. О, 15 вольт пусковой ток. Иногда даже до 19 доходит. Итак, находим. Немногие знают, что можно подкуриваться даже отсюда. Красенький кидаем на плюс. Вот сюда. Синенький кидаем на минус. Это вот сюда. Видите, черненький провод? Подключаем бустер. Видите? Подключаем бустер. И идем заводить. Смотрим, смотрим, смотрим. Опа, завелась, отлично. Для подзарядки ноутбука, всякие там штуки интересные. В общем, это многофункциональная тема. И даже есть фонарик, и даже есть мусорская движуха, чтобы собирать деньги на трассе. Так что, если кому-то нужен для дополнительного заработка, то это круто. Хватает, о, видите, 19 пусковой ток. Хватает на 7-8, короче, подзарядок, вообще полностью разряженного аккумулятора. Давайте с вами сейчас выключим свет. О, офигеть! Если бы меня такая подзарядка остановила на дороге, я бы просто обосрался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, вот мы и закончили. Хотя не без косяков, потому что вот эти китайские руки наспех шили вот эту китайскую оплетку. Хотя качество эко-кожи тут довольно-таки классное, я вам хочу сказать. Я даже удивлен. А в сортах я уже научился разбираться, как вы понимаете. Ну, супер. Мне, честно говоря, приятно трогать этот ролик. За него хочется держаться. Ну, что сказать, новый руль, чем покупать вот эти с разборок, такие же ушатанные. Лучше всего вот самому сделать такую оплетку. И, конечно, вам многие блогеры не показывают, но тут были косяки. Естественно, я вам обязательно покажу. Не знаю, это причина в том, что я спешил в моих кривых руках или в неправильном лекале этой оплетки. Но с той стороны руля это абсолютно не видно. И, знаете, я думал, что будет чувствоваться, даже не чувствуется, честно говоря. А вы задайте вопрос себе, как часто вы вот так вот туда и сколько раз за всю жизнь вы вот так вот будете туда заглядывать. Старый новый руль и ощущение новой машины. А нет ничего лучше новых ощущений от своей старой машины, как вы понимаете. В общем, стоит это 12 долларов на Алиэкспрессе. Ну, сами напишите в комментариях, много это или мало. Ну, а мне уже не терпится, честно говоря, поехать кататься. Вот, и мы продолжаем. Многие полезные мелочи, которые вы увидели и увидите в этом ролике, я покупал на Алиэкспресс. И создал удобный список из 80 приятных полезных мелочей. И разместил этот список в первом комментарии к ролику. Там можно найти не только бустер, экстракторы, оплетки для рулей, но даже ДМРВ или Амдазонт. Многие вещи такие, как, к примеру, ключ такой вот, который у меня сломался. Я его заказал всего лишь навсего за каких-то 3 бакса. Здесь найти такие ключи в другом месте, кроме как в Алиэкспресс, совершенно невозможно. И хоть все эти мелочи на китайском сайте стоят недорого, но я вам расскажу, как можно сэкономить еще. Можно покупать товары просто так, но я лично использую всем нам уже давно известный кэшбэк. Летти Шопс, который дает возможность экономить до 30% от каждого купленного товара. Не только на Алике, а еще и на других различных там 1500 магазинов добавлено. В общем... Я считаю эту рекламу полезной, ведь Летти возвращает кэшбэк не какими-то бонусами, а реальными деньгами, которые даже можно просто пополнить свой телефон или вывести прямо на карту. А сэкономленные деньги — это заработанные деньги, как говорил Генри Форд. А установить специальное расширение на браузер Летти сама подскажет, на каких сайтах дешевле и выгоднее делать покупки. Проходи именно по ссылке в прикрепленном комментарии, и там уже тебя ждет премиум кэшбэк и еще много других подарков. Так что я именно пользуюсь сам и рекомендую вам. А мы пойдем строить наше МГ. Но обратите внимание, что происходит. Через него сочится вода. Я уже что не пробовал, я думал это какой-то глюк. Обратите внимание, я оригинальный мерседесовский под него подложил. Видите, он мокрый. Под пассажирским то же самое. Я уже подложил газеты, и газеты мокрые. То есть они сырые. Вот тут я их менял вчера. Видите, сырость. Они прямо вот просачиваются, обратите внимание. Вот тут мокрые. То же самое в задних ковриках. Не буду показывать. В общем, эко-коврики по какой-то причине, я не понимаю, они пропускают влагу. Зачем делать такие ковры? Ничего нет лучше, короче, нашей советской обычной резины. Все, ребят, видимо, это конец. Да, это определенный конец. Пробила прокладка ГБЦ. Я вас поздравляю, ребят. Второй раз за два года. Но уже на другом двигателе. Вот, обратите внимание, надувает патрубки, потому что пробивает контур, получается, охлаждающей жидкости вместе с общением цилиндра. Все выхлопные газы идут в охлаждающую систему. Обратите внимание. То есть, создается избыточное давление. Там уже недостаточно антитриза. Если бы антитриз был в достаточном количестве, то он бы выплеснулся. И в более серьезных случаях начинает подниматься температура двигателя. Потому что контур находится под давлением, нет нормального охлаждения двигателя и может повести головку, что критично в последующей шлифовке. Я не буду доводить до такого состояния. Я с этим уже сталкивался. Поэтому я буду, скорее всего, производить ремонт или замену двигателя междевременно, пока я не попал на большой ремонт. И двигатель работает достаточно некорректно. Он не набирает скорость и вообще с ним какие-то большие проблемы. Вот так встаешь с утра, а у тебя еще и труба отгнила. Нормально. Сделать из своей машины AMG это очень несложно. Или Subaru. Достаточно лишиться глушителя. Притом AMG же можно сделать с любой машиной, согласитесь? За имя. Я вообще не Sachse mane Virtual,毅ら. Нет. Да. Не. Я не. прокладочка пробита на глушитель заварен вы думаете что там сейчас делается там идет варка нет не пельмени как вы могли подумать там варится мой литой 17 10 то если бы дорожные муниципальные службы занимались бы прямыми своими обязанностями ремонтировали дороги и асфальт они занимались и непонятно чем белорусы меня поймут то я бы не попал в эту большую яму с бобриную нору и не сломал бы диск он не только вогнулся он еще плюс и треснул поэтому это стоило бы мне 25 долларов вот так вот ребят в общем в конце этого видео вы увидите ценник этих всех ремонтов и мы еще даже не начинали строить амг я пока что ху просто хочу сделать чтобы машина хотя бы ездила в общем этот год начался для меня не очень хорошо насколько вы понимаете и что-то мне подсказывает что концу этой серии вероятно я поменяю пол машины так ребята как вы видите я опять нахожусь гараже все таки новый аккумулятор не помог и у меня все равно машина глохнет на холостых ходах это говорит о том что идет не до заряд аккумулятора это говорит о том что пире прежде всего не нужно лезть какие-то дебри нужно менять самое простое это щетки знаете когда я залез я никогда в жизни не работал с генератором для меня было удивление насколько это просто достаточно снять вот это вот крышку она держится на трех болтах обратите внимание вот наш генератор я его промыл бензином я снял регулятор напряжение вместе со щетками очень важно смотреть на выработку вот этого якоря и как вы видите мне повезло выработка очень минимальная но щетки как по-видимому уже закончились потому что если тут будет большая выработка то надо уже менять якорь если он не пробивает на массу так вот он регулятор моего генератора обратите внимание скорее всего все эти щетки давно уже стерлись я его снял бошевский регулятор он не такой удобный как луков соски поэтому нам придется высверлить и как-то вынести эти щетки взял я взамен оригинальные щетки но как вы можете заметить что я взял две партии 1 лука с другую бош потому что я забыл какой у меня генератор запаяна щетки сначала нужно рассверлить и откусить вот эти вот завальцованные и запаянные контакты ну вот как я вам говорил вы можете сравнить старую новую щетку а новые генераторы стоит по 150 долларов китайские на бушных разборках по 60 долларов смысл если можно поменять щетки которые стоят 1 доллар так ребята я почистил крышку я заметил что у меня не 90 ампер на всего лишь на все 80 амперный генератор он уже менялся при первой капиталки двигателя еще на старом двигателе и видимо поэтому на моей энергонагруженные машине мои аккумуляторы так быстро буквально за два за три года выходит из строя хотя должны ходить 5-6 видимо не хватает им до заряда быстро заезжают так но обратите внимание вот я каким-то образом припаял эти щетки и сейчас мы пойдем это все устанавливать все контакты почищены как могли и сейчас пробуем посмотрим заведется ли это корыта так ну машина запустилась но как вы видите лампы красной недостатка аккумулятора не горит это говорит о том что генератор работает отлично ну вот ребята 1 доллар стоит этот ремонт не нужно покупать новые генератор его даже не нужно снимать машины это можно сделать прямо вот с ямы достаточно только яма меня всегда вдохновляют такие ремонты если я смог значит а вы сможете а мы поехали дальше да еще кстати правила ютуба изменились поэтому если вы не нажмете на бубенчик и получать все уведомления о новых видео вы никогда не узнаете когда выйдет новое видео я снимаю видео не очень часто на свой канал как вы понимаете не засоряя его всякой ерундой поэтому вы я считаю обязаны знать о новых интересных видео поэтому нажимайте колокольчик а то обычно звонят и говорят карта вы когда новые видео я говорю так вот вышел уже прямо вот уже давно поэтому колокол нажми а теперь приятного просмотра знаете за что я полюбил youtube что тут все честно ты не сможешь ничего от своих подписчиков от зрителей утаить и если у тебя есть где-то там дворец геленджике за 70 миллиардов короче если у тебя есть какие-то проблемы то лучше всего ими поделиться со своими подписчиками потому что если ты что-то скроешь там попробуешь это приукрасить все равно рано или поздно это узнается и просто твои подписчики тебя раздя но нет в комментариях я же вас знаю и о каких таких проблемах ты нам хочешь намекнуть олесь зададите вопрос вы а я знаете уже чувствую вот этот запах масла антифриза и провернутых вкладышей да и это мотор все мороз минус 20 пробила радиатор пробила прокладку все до свидания пацаны на этом можно заканчивать все ребят вы меня извините видите температура повышается в общем пробила прокладку я отморозил руки минус 23 я хотел ехать на работу машина сама глохнет антифриз выливает все вы меня извините потому что у меня нет сил уже просто надо что-то делать находить деньги на новый двигатель если сейчас я не доеду домой я замерзну и закипит мотор короче ребят а 1,2,3, БОРЬ! Спасибо! Короче, настроения нет, приходится. Вообще, руки опускаются. Двигатель закончился, коробка закончилась. На улице большой дубак, даже не хочется. И в кровати вставать ехать в гараж. Деньги закончились. Дальше продолжать? Я думаю, нет. Поэтому приходится свою злость на мешке, короче. Надо собраться с силами, короче, идти вперед. Да, конечно, надо идти вперед. Сказать, что я этого не ожидал, это было бы по отношению к вам нечестно. Потому что, если ты 4 года занимаешься любовью с этой машиной, то ты должен ожидать любых капризов. И я даже сталкивался уже с такой ситуацией, кто мне давно смотрит, тот помнит. И я даже в данном случае приблизил кончину этого двигателя. И сейчас вам будет очень интересно понять, как я это сделал. И я вам дам ответ на вопрос, что будет и как себя вести в той ситуации, если вы оказались в такой непростой задаче, как поломка двигателя. И не важно, что с ним произошло. И так как я по образованию экономист, лучшее, что я умею делать, это экономить. И поэтому, ребята, мы будем с вами считать. Во-первых, я хотел бы отметить, что когда у меня пробило прокладку ГБЦ, вы сами понимаете, что происходит. Начинают уменьшаться уровень антифриза, потому что он попадает там в цилиндры, смешиваться с маслом, неважно. Изначально его несколько грамм уходит, и вы этого даже не видите. Но потом он начинает за день уходить где-то пол-литра, а у меня по зиме начал уходить литр. Как вы понимаете, антифриз за бесплатно не достается никому, поэтому я начал его заменять водой. Я доливал дистиллированную воду, я ее как-то там разбавлял и так далее, и так подобное. И когда пошли большие заморозки, соответственно, где-то я там вот этот уровень антифриза проебал и, соответственно, не долил. И вот это все произошло так, как вы видели. Итак, я вам даю несколько путей решения данной проблемы. Если вы владеете такой старой машиной, неважно, BMW, Mercedes, Audi. Короче, у вас старая дырявая корыта, и у вас по какой-то причине закончился двигатель. Ну, а вы хотите там восстанавливать эту машину, но у вас, как всегда, нет денег, как у меня. У вас есть три пути решения проблемы. Первое. Это машину продать. Цена этой машины красная тысяча долларов. Я пишу в нашей национальной белорусской валюте. Красная цена таких незаконченных проектов обычно косарь баксов. Все. Даже если ее попытаться продать по запчастям, она выйдет дороже. Где-то примерно 1500 долларов. Но, я вам хочу сказать, но основные агрегаты, которые могли бы пойти в продажу, а это двигатель и коробка, у нас закончились. И поэтому, соответственно, за нее ее даже бесплатно никто не будет брать. Понятно. Это не в моих целях. И поэтому этот момент мы зачеркнем. Есть второй момент. Это полностью откапиталить двигатель. Мы уже с вами это проходили. Я вам хочу сказать, что только лишь запчастей. Вот я сейчас насчитал. У меня насчиталось порядка 250-300 долларов. Это если мы будем капиталить мотор. Вот это капиталка мотора. То есть, о чем мы говорим. Мы с вами не говорим про расточку цилиндров. Мы с вами говорим исключительно про замену прокладки. А там, где замена прокладки ГБЦ, соответственно, нужно менять и впускной и выпускной коллектор прокладки. И саму цепь надо менять. И там еще по мелочи. Короче, запчасти очень дорогие. Притом, соответственно, вы же не будете тут заставить какое-то китайское дерьмо. Вы будете ставить там Виктор Рейнс и так далее и тому подобное. Чтобы все было хорошо. Работа, притом, по замене вот этого всего будет стоить порядка 200 долларов. 200-250 долларов. Это мы еще. Плюс прибавляем. 250 долларов работа. Работа очень дорогая. И, соответственно, мы получаем 550-600 долларов. Будет вам стоить ремонт вот этого старого мотора 95-го довоенного года до нашей эры. Короче, 600 долларов эта машина стоит 1000. Может даже и меньше. Хрен его знает. Это совершенно бессмысленно. Притом, я сталкивался даже с тем, что сделав таким образом мотор, вы можете посмотреть видео. Машина, проехав 20 тысяч километров, все равно пробила прикладку и закипела. И это не потому, что был плохой какой-то ремонтник. Ремонтник очень хороший, добросовестный. Но он же не может воскресить ваш мотор. Если ваш мотор устал, все, что бы вы ни делали, там может быть трещина в головке и так далее. И вы все равно попадете на большую проблему. Поэтому для меня лично это не вариант. И для вас я вам рекомендую не сталкиваться с переборкой мотора. Итак, это мы закрываем. Ну какой же выход тогда из этой животрепещущей ситуации мы с вами найдем, ответите вы. И это новый мотор. Это не значит, что новый мотор, который вышел с конвейера, таких уже не производят. Это значит мотор с разборки. И да, 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 как бы это жутко не звучало, вы понимаете, что там может быть разные моторы, такие же угандошины. Но у нас ничего другого не остается по финансам, если мы занимаемся такой старый дырявым мерсом. Немножко хочу сказать о моей машине. У меня компрессорный двигатель. Это очень редкие машины сами по себе. А мотор, который у меня стоял, он еще реже. Вот их было выпущено всего лишь один процент. Один процент из всех. Это мотор с компрессорной, с белой крышкой. В общем, те, кто смотрит меня давно, те помнят, что я этот мотор купил где-то в колхозниках в Речице. И то, что такой, именно такой мотор, у меня уже второй, я его поставил сам. Я тут все делаю по фэншую, но если эта сука не заведется, тогда это все будет бессмысленно. Вы видели это видео, я гонялся тогда с BMW. То, что такой мотор я вообще нашел, это было просто, ну, это было успехом. Но сейчас для меня найти такой мотор во второй раз не представляется возможным. Их просто нету в помине. Поэтому мне придется ставить другой мотор. И какой другой мотор, вы узнаете, конечно же, в следующем видео. Если я не повешусь и не застрелюсь, потому что ресурсов и сил на этот проект нужно много, как вы уже поняли. Ой, бля. Ой, жесть, ребята, как холодно вы. Тебе даже приставить не может сейчас пристегнуть. Короче, появилось у меня, да заткнистый. Появилось, короче, 300 долларов гробовых. Но не моих, вы не думайте. Это для машины я оставлял на тот случай, если все-таки с ней что-то случилось. И именно этот случай настал. Еще 100 долларов прилетит с YouTube. И поэтому завтра мы имеем возможность ехать смотреть новые, новое сердце для моего дырявого мерса. И, конечно же, как я и обещал, у нас будет с вами розыгрыш. Розыгрыш будет некоторых ништяков. Вот такие вот наклейки фирменные от канала. У меня последние три остались. Я подарю победителю. И вот такую вот оригинальную эмблему от AMG, которую вы сможете наклеить себе на машину, на холодильник. Пока что маленькие такие именно сувениры. Значит, если этот розыгрыш вам понравится, то, значит, в следующий раз будем разыгрывать что-то более значимое. Все очень просто. Для этого нужно оставить, написать абсолютно любой комментарий, поставить лайк этому видео, быть, конечно же, подписанным. И лучше всего в вашем комментарии написать вашу ссылку из Instagram. Очень просто. А итоги розыгрыша будет проходить в моей телеге. У меня есть Telegram. Вот, пожалуйста, ссылочки. Поэтому, ребята, извините, если вы проебете этот розыгрыш у меня в Telegram. Но это как бы ваши нюансы будет уже. Поэтому заходите, подписывайтесь на мой Telegram. Да, кстати, также, ребята, у меня есть Patreon. Пожалуйста, вот ссылочка. Заходите туда, если вы хотите поддержать канал. Подписывайтесь на ежемесячную рассылку на Patreon. Там выходит видео каждую неделю. Именно то, что происходит. Чтобы не ждать видео еще несколько месяцев, вы можете быть подписанным на Patreon. Оно придет для вас намного раньше. Там еще много других эксклюзивных блогов. Пожалуйста, для вас готов стараться. О, ничего себе, как я заносит. Ай, жесть. Какая каша. Блин, сволочи. Ну, убирайте вы дороги. Ё*** ваша мать. Был рад вас слышать. А, пока решаем, решаем вопросы. Решаем проблемы, которых очень много.